Друзья, привет! Сегодня я хочу затронуть тему внимания малыша к своим вещам. Возможно ли это? Возможно ли помочь ребенку тренировать свою память? Я отвечаю, что возможно. И вот вам мои принципы, помогающие малышу тренировать свою память. Объясните ребенку, что в каждой вещи заложен труд родителей, так как любая вещь практически покупается за деньги, а не достается бесплатно. В случае потери ищите более дешевый заменитель. Всегда можно сослаться на первый пункт, о котором я говорил, о том, что денежек сейчас мало и их надо беречь. Пусть малыш сам порассуждает. Не торопитесь с покупкой новой вещи. Все так же ссылайтесь на отсутствие денег и запланированный бюджет. Пусть малыш испытает ощущение острой нехватки любимой вещи. Например, лопатки, с которыми можно играться в песочнице. Или любимые погремушки, которые он так любил греметь. И так далее. Играйте с малышом в считалочку и проговаривайте все вещи, например, когда собираетесь на прогулку. По возвращению с прогулки повторите эту игру. У каждой вещи должно быть свое место. Приучайте малыша к порядку. Не стоит убираться в игровой комнате и в отсутствие ребенка. Выбирайтесь вместе с ним. А по возвращению с прогулки, например, попросите его поставить мокрые ботиночки на полку, а варежки положить на батарею. Притормозите малыша, если он что-то делает по пыхах. Учите его планированию, учите правильно одеваться и собираться. Прививайте ему некую последовательность действий. Не стоит покупать малышу лишних вещей. Не приобретайте ему вещи по первому желанию, по щелчку пальца. Не забывайте, что такое поведение расхолаживает малыша, и он перестает относиться с любовью и требованием к тому, что ему приобретает. Он знает, что всегда может получить все, что хочет по первой просьбе. Но также не стоит ругать ребенка за пропажу. Обсудите с малышом причины произошедшей ситуации и дальнейшие действия, как вы будете поступать. Ребенок не должен чувствовать, что его ругают. Он должен понимать, что вы совместно пытаетесь решить проблему, которая произошла. Поэтому, если малыш потерял, например, варежки, донесите ему, что ему придется походить в стареньких, пока папа и мама не найдут денежки, чтобы приобрести новые. Ребенок должен осознать свою невнимательность и стараться контролировать себя. Это процесс, который требует много времени и усилий. Но стоящий того, чтобы видеть малыша собранным и аккуратным. Надеюсь, кому-то мои советы пригодятся, так что берите их на заметку. Ну а также ставьте пальчики вверх этому ролику, подписывайтесь на канал, вставляйте свои комментарии и делитесь этим роликом с друзьями. Ну а я с вами прощаюсь. Впереди еще много всего интересного. До новых встреч. Пока!